Привет, ребята, меня зовут Антон, мы продолжаем играть в 60 секунд. Итак, давайте мы с вами снова будем играть в режиме выживания, но на этот раз мы снова вернемся к легкому уровню сложности для того, чтобы дойти как можно дальше, как можно больше дней выжить за этих прекрасных семейных товарищей. Потому что семейные отношения это самое важное, правильно же ведь? Нельзя, нельзя на произвол судьбы бросать жируху, какая бы она толстая и страшная не была, и доску с двумя сосками. Так, значит у нас полностью укомплектованное убежище, будем внимательны. У них все в порядке сейчас с самочувствием. Ну, как правило, тут всегда текст фиксированный, один и тот же, поэтому нет смысла его читать. Вы не поверите, но много вещей можно сделать, находясь в крученном бункере, мы подумали и решили, почему бы нам не сыграть какую-нибудь игру. Она не только, я по себе знаю. Хорошо, что ты по себе знаешь, это от лица Теда, да, все идет? День второй. Прекрасно. Так, Тимми, Тед, Мэриджейн, Тед, Долорес, все с ними, все в порядке. Мы поиграли в игру под названием «Правда или желание». Как выяснилось, наиболее распространенный вопрос был, собираемся ли мы что-нибудь есть, кроме томатного супа. На этом мы решили закончить эту игру. Чем бы заняться сейчас? Непонятно. Непонятно. Так, но они ничего не хотят, опять-таки, похоже, что на поверхности все еще царит радиация. Идти в пустошные на данный момент небезопасно, тем более вы можете заболеть. Нет, мы не пойдем туда. Есть хорошие новости. Правительство только что объявило, что будет падать ящики с припасами в нашей области. Наконец, они хоть как-то полезны. Мы должны выбраться, чтобы добраться до этих ящиков как можно скорее. Прихватить с собой средства защиты может быть неплохой идеей, да. Пойдем с противогаза на поверхность, чтобы найти какой-нибудь из этих ящиков. День третий. Так. Жажда, 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 жажда. Вот та коробка с припасами, которую мы нашли, не была реально большой. Но там было собрано среднее количество припасов. Кстати, блин, противогаз-то целый. Отлично просто. Мы нашли, но не была реально большая. Но там было собрано среднее количество припасов, которые точно помогут нам. Мы были очень счастливы, когда нашли пару бутылок воды и консервы. Сначала мы подумали, что это мясо. Но мы увидели только томатный суп. Наша теория о том, что вся страна есть томаты, оказалась правильной. Есть ли у нас лишняя вода? Мэри Джейн просит ее везти. Так, но они все хотят пить. Да, 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 да. Давайте, ребятки, что у вас там? Жажда. У них только жажда. Прекрасно, давайте. Так, в нашем городе очень сильное загрязнение радиации. Путешествия в такое время опасны нет. Ах, боже мой. Мы только что вспомнили, что планируют поездку на юг на целых два месяца. Если он еще там, мы поедем, верно? Это не юг иметь в виду, если еще там. Мы уверены, что они не стали бомбить теплые места. День четвертый. Тимми Мэри Джейн, Тед Долорс. Еще Чигигер пульсирует. Мы можем работать даже в Таранто. Вопрос только в том, как мы найдем лодку, чтобы добраться. Мы слушаем, что это лучший способ попасть в Европу. Радиация в наших характерах превышает норму. Нет, не надо. Мы решили сесть на диету и отказаться от томатного супа. Внезапно к нам постучались. Оказалось, это прибыл отряд выживших в довольно неплохой форме. Они очень хотели выпить и перекусить. Чистые бинты и лекарства присутствовали... Присутствовали для раненых. Чего? Может быть присутствовали у раненых? Или нет? Ну давайте мы им дадим попить. Может быть нам дадут еще аптечку. День пятый. Просто мне интересно. Долорес. Сначала думал, Долорес, теперь ее зовут консервы. Наши гости были проблемой со словами. Они не знали, как это благодарить. Нас было пролито много слез и улыбок. И они пожелали нам всего наилучшего. Это прекрасное чувство, когда помогаешь тому, кто нуждается в помощи. Скоро они ушли. Надеемся, что они найдут свое счастье. А всегда хорошо, когда вокруг спокойствие. Сегодня не произошло ничего нового с Морежей. Понятно. Так, ну они вроде как в порядке, да? Замечательно. Все еще превышает норму. Пускай сидят. Наша радио обещала тишину в течение нескольких часов. Нам нужны новости. Нам нужна наша музыка. Мы все отказываемся сотрудничать друг с другом. Но нам нужно заставить его работать. Ну давай, попробуйте. Только не сломайте. День шестой. Жажда, 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 жажда. Хорошо, мы сделали, что могли. Но все равно не можем ничего услышать. Черт. Есть у нас лишняя вода. Так, ну они все хотят пить. Долорес. Где вода, когда ты этого не так нуждается? Давайте, пейте воду. Детишечки мои. Все еще сильное загрязнение радиации. Мы могли бы быть в безопасности внутри этих стен, но есть проблем. Никто не может нормально спать. Мы должны разобраться с этим. В противном случае, в конечном итоге, мы превратимся в пришельцев из Марса. Но ничего. Немножечко помурыжитесь, вы ничего с вами не случится. День седьмой. Так, Тет начинает с пять... Почти с пятью голоден. Устал, голоден. Сходит с ума. Они все голодны. Мужественно игнорирую наши проблемы. Мы пытались заснуть. Но зря, ничего не вышло. Мы еще больше устали. Есть другие проблемы, с которыми мы столкнемся чуть позже. Давайте надеяться, что наша зевота отпугнет бандитов от нашего бункера или от лучевой болезни. Так, давайте, кушайте. Может быть, что-то это в норму придет. Это не окончательно еще. Все еще царит радиация. Слышите это, нет? Потому что все молчат. Ни слова в час. Ничего. Мы не можем просто смотреть на стены. Давайте займемся и послушаем радио. Да, нормально. Это групповая терапия. День восьмой. Встал. Сходит с ума. Понятно. Ах, как нам повезло, что мы взяли радио. Мы можем послушать немного музыки. Они еще проигрывают музыку, да ведь? Что-то непонятно. Ну, в общем, думает об отдыхе. Все еще царит радиация. Мусорное ведро противно пахнет. Хорошей новостью является, что оно сбивает нам аппетит. Стоит нам взглянуть на него. И мы сразу же спасаем всю еду. Но по какой-то причине мы хотим убрать этот бардак. Эти гигантские зеленые тараканы являются хорошей мотивацией. Давайте на кармю пресечем тараканов. Не надо их здесь. День девятый. Жалко, правда, пестициды мы потратили. Жажда, 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 жажда. Все хотят пить. Фух, было близко. Гнездо этих жуков могло заставить нас переехать на пустоши. Тараканы это ужасно. Но радиоактивные тараканы? Фух. Там должно быть немного воды. Нам нужна Долорес. Все понятно. Все хотят пить. И нам об этом активно говорят. Все еще превышает норму радиация. Не трогаем. Казалось бы, что апокалипсиса будет достаточно, чтобы погасить любые все наши споры. Однако, когда будущее не окрашено в красивые цвета, глядя на голые стены, нам просто нужно поднять себе настроение. День десятый. Вот это такое лицо, как будто он кайфует, реально. Нет ничего лучше, чем спокойствие после шторма. Или наоборот. Еще раз проверяем. Это они все в порядке, в полном. Все чувствуются на загрязнение радиации. После всех дней, проведенных в бункере, мы очень плохо пахнем. Это не сильно нас беспокоило, пока мы не начали часто болеть. Почему бы не принять душ? У меня нет мыла. Ищите что-то другое. А при чем тут противогаз? Ну, его трогать нельзя в любом случае. Я уже начинаю жалеть, что мы использовали средства от жуков на мусорном бедре. Вот это заболело. О! Больна. Покраснела вся, ты подумай. Все больны. Ёпте. У-у-у. У-у-у. Как все плохо-то. Произошел конец света. Кто беспокоится о душе? Мы можем привыкнуть к этому. Не думаем, что это будет сложно. Это будет так, как поход. Это будет... О нет, запах просто ужасен. Тебя тошнит? Нет. Подозрительные пятна накрывают часть страницы. Пипец. У нас аптечек столько нету. Конечно же надо... Тедаль. Тедаль, нет. Давайте пацаненка вылечим. Радиация превышает норму. Это очень трудно готовиться к неожиданным последствиям. Мы не можем сказать, что готовы к тому, что сейчас происходит. Да и даже я не готов к этому. Вы все заболели, кретины тупые. День двенадцатый. А он, интересно, может заразиться от них? Жажда, жажда. Жажда, жажда. Все жаждут воды. Прошлая жизнь отличается от нынешней. Мы должны думать о завтрашнем дне. Так, ну давайте. Пейте воду. Лечилки нету больше. Все очень сильное загрязнение радиации. Пока у нас есть вода, мы можем долго сидеть за 5-ти. Мы надеемся, что храбрые солдаты придут спасти нас. Тимми показал нам комикс о супергероях. Он сказал, они не могут существовать. Мы должны установить контакт с военными. Давайте. Почему нет? Это же прикольно, согласитесь. День тринадцатый. Так. Голоден, голен. Голоден. Все, кроме журухи, хотят жрать. Мы знали, правительство не полу. Они идут к спасению граждан. Но они не дали точных дат. Но мы уверены, что они не заставят нас ждать очень долго. Они сказали, что в ближайшие десятки дней они спасут нас. И сказали ждать дальнейших инструкций. Так, все хотят жрать, кроме журухи. Нормально. Похоже, что снаружи достаточно тихо. А может быть и безопасно. Может быть и нет. Мы не узнаем, пока не выйдем. Так. Мэри Джейн надо посылать на экспедицию. Прошло некоторое время, и мы мало узнаем, что происходит на поверхности. Эх, если бы мы могли настроить радиостанцию, узнать, что происходит. День четырнадцатый. Вообще нормально, да? Безобразие какое-то. Так. Давайте мы сюда поставим метку. Мы смогли получить слабый сигнал и смогли насладиться последними новостями от правительства. Отличная новость. Так. Стоп. Голодна. Так, только журуха хочет жрать. Давайте мы ее накормим и все-таки идти в экспедицию. Я бы даже двойную порцию дал этой корове. Чтобы она знала, что делать. Мы готовились к этой экспедиции так, как вчера чувствовали, что готовы идти прямо сейчас. Кто должен быть счастливчиком, чтобы отправиться в неизвестность? Ну, конечно же, журуха. Кстати, насколько я знаю, журуха может мутировать здесь. День пятнадцатый. Все хотят пить. Мэри Джейн вышла на улицу. Давайте надеемся, что она скоро вернется. Пейте, ребятки. Вам вода нужна, чтобы выздороветь. Так, можно что-то выменить на воду. Ничего из этого на воду менять я не буду. Идите, вопло. День шестнадцатый. Тимми. Более. Более. Понятно. В общем, там разочарованно, что мы не стали меняться. Тревога. Есть группа людей снаружи, которые не выглядят очень добрым. Мы думаем, что они следили за нашим кварталом. Их разговоры не звучат, как будто они из нашего района. Но они очень сильно светят своими серьезными фонарями. Нам нужно что-то сделать, пока они не вторглись к нам в убежище. Или забрали все, что есть надо, с ружьем быть им. А топор где, интересно? Мэри Джейн унесла, что ли? День семнадцатый. Перестрелка была интенсивная. Но наше положение дало нам преимущество. И нам удалось обратить бандитов в бегство. Один из них, спасая свою шкуру, выронил топор. Мы убедились в том, что они больше не рискнут нас грабить. Топор получили. Это великолепно. Нет новостей, хороших новостей. Ничего нового с Тимми не происходит. Ну и так далее, короче. Состояние описывается. Давайте мы еще раз убедимся, что с ним все в порядке относительно. Не пить, не есть им не надо. Это не лучшее время или место, чтобы строить план на будущее. Но мы не можем не думать о том, что мы смогли бы сделать в этой ужасной ситуации. Наш дом все еще стоит? Или мы должны переехать в заброшенную дыру? Как Торонто. День восемнадцатый. Жажда, жажда, жажда. Давайте мы их напоим. Апокалипсис или нет, нам нельзя игнорировать обучение детей. Тимми проводит слишком много времени без чтения. Хотя бы чего-нибудь. Надо снова вернуть его к чтению. Или же он сможет вырасти неграмотным дикарем. Давайте, у нас книжка есть. Пускай читает. Инструкции для бойскаутов. День девятнадцатый. Жируха вернулась. Ух-ху-ху. Великолепно. Че это у него там сопля из носа течет? Больна, голодна и устала. Так, голоден, голоден, голоден. То есть все, кроме Теда, хотят жрать. Единственная книга, которая у нас есть, руководитель юного бойскаута. Но пока до этого достаточно, чтобы удовлетворить потребность в чтении. Тимми сможет изучить много разных вещей. Прекрасно. Действительно ли это человек на велосипеде? Нет. Это сбрасывание груза. Это было бы прекрасной идеей. Покинуть убежище и искать поставки. Одна из коробок с едой сломалась прямо в воздухе. Теперь с неба падает суп. Нам повезло, что пара банок выжила в падении. Некоторые ящики были заполнены очень странными вещами. Почему они кинули нам коробку, которая была полна резиновых уточек? Ну, хотя бы одна из маленьких коробок держала себе пару бутылок воды. Мы нашли одну из коробок. В ней содержалась большая коллекция раритетных шашек и противогаз. О, противогаз из шикарной шашки. Мы узнали, что есть, сидя в газовой маске, не идеальное решение для выживания. Мы решили взять маску и оставить шашки внутри. Диета Мэри Джейн позвали. Так, все понятно. Долорес не ела некоторое время. Еще раз про голоден. Голоден. Все голодны, кроме Теда. И Теду решил дать сразу же еду неправильно. Лечилки. Нам нужны лечилки очень сильно. Похоже, что снаружи достаточно тихо. Может быть и безопасно. Может быть и нет. Мы не узнаем, пока не выйдем. Долорес приконсилует. Тимми уверен, что справится. Тимми надо пасовать. Сегодня армия прервала свою трансляцию. Нам показалось, что они очень хотели спасти нас. Все, что нам успели сказать, оставить координаты на географической карте, если мы все еще живы. Это будет легко. День двадцатый. Ой, карта вся потрепанная. Пипец. Так, жажда. Голод. Голод. Мы быстро узнали, где мы находимся. Мы оставили послание в бутылке. В общем, что-то там с карты произошло. Это нехорошо. Тимми в хорошем состоянии. Понятно. Так, еще раз проверяем, кто что хочет. Жажда и голод. Голод. Так, жаруху. Жаруху кормим по полной. Тебя только пожрать даем. Прекрасно. Тимми отправляем на волоску. Ой. Блин, что я наделал? А-а-а. Что я наделал? Мы же должны были собрать рюкзак еще в предыдущий день. А-а-а. Па-па-па-па. Все понятно. Казалось бы, что апокалипсиса будет достаточно, чтобы погасить любые все наши споры. Однако, когда будущее не окрашено в красивые цвета, глядя на голые стены, не просто нужно поднять себе настроение. День 21. Так, жажда, голод. Жажда. Жажда. Все хотят пить, кроме жиров. Жиров хочет жрать. Хватит спорить. Есть более важные вещи. Нам не о чем волноваться. Так, правильно же ведь, да? Жажда, голод, жажда, жажда. Все правильно. Состояние пустоши все очень известно для вас. Может быть, рискнуть и выйти наружу? Живешь ведь только один раз. Да. Тимми просулаем. Мы решили выглянуть на улицу только раз минуту, чтобы увидеть, стоит ли еще магазин звуков. Горам были готовы выйти. Мы услышали рычание в темноте, и пара свирепых глаз появилась в нескольких футах от нас. У нас был один момент, чтобы решить, что делать. Ну ладно, я не знаю, собака это на что-то влияет. Зачем ее кормить вообще? Ну ладно. День 22. Замученный, голоден. Болен. Так, жируха хочет жрать опять. Мы решили проверить, кто это был с фонарем. Угадайте, это была собака, бедняжка выглядела устало, поэтому мы позволим ей остаться с нами на ночь. Следующим утром мы открыли дверь, чтобы отпустить ее. Пес до сих пор не вернулся, надеюсь, он придет позже. Так. Даже руха только жрать хочет. Речь идет о времени, когда мы выбрали кого-то, чтобы отправить обыскивать останки нашего города в поисках материалов. Кто это будет? Пусто ждет. Ну конечно же, Тимми. Тимми, 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 Тимми. День 23. Конечно, он замученный, это не самый лучший вариант. Ну ладно. Жажда больна, больна. Так, теперь жируха хочет пить. Мы должны найти для мэри Джейн что-нибудь попить. На, давай. Как насчет того зерна, которым мы собираемся несколько лет? Как бы было бы там хорошо и отдохнуть от всего этого безумия? Немного поплавать, покататься на лодке, даже если бы наш дом превратился в кучку атомов. День 24. Так, теперь Тед с Долорес хотят пить. Пока мы в безопасности, мы можем остаться здесь. Радиостанцию какую-то поймать хотят, да? Главное, только радио, чтобы не сломали. Что? Великолепно просто. Боление Долорес быстро прогрессировало. Кашель, лихорадка, боли в груди. Она не поправится. Тед был болен слишком долго и сильно ослаб. Он скончался во сне. Мы не смогли. Таковы наши последние слова и наш совет для тех, кто читает это. Затемление письма. Вы выжили 25 дней. Мы все в безопасности. Это дождь из коробок. Скромная доля. Не спящие в этом виде. Тед сошел с ума. Гробовая тишина. Рой. Установили контакт с военными. Бизнес как бизнес. Победа. Государственная помощь. Сообщение для армии. Денеги хорошо. Четыре еще лучше. Радиостанции. Болезнь Долорес была слишком сильна. Болезнь Теда была слишком долгой. Погибли. Так. Давайте мы тогда попробуем сейчас снова в этом же режиме. И только уже большую часть информации мы тупо не будем читать. Потому что она как бы тут часто повторяется. Мы будем обращать внимание только когда нужно какие-то конкретные действия совершать. Так будет гораздо правильнее. Я предполагаю. Так. Ой. Вообще вот этот режим выживания самый интересный я считаю. Потому что когда нужно бегать по дому там и собирать предметы это не очень круто. День первый. Так. Ну у них состояние в принципе нормальное. Да. День второй. Пока что все нормально относительно. Пока что читать нет смысла все это. Так. А. Все еще царит радиация. Это небезопасно. Что это за жуткий звук? Какого дьявола стены мокрые? Нас затопило. Лодку. Срочно лодку. Нам поместиться в бункере. Нужно что-то сделать. Ну карту надо соответственно с собой брать. Потому что карта это очень важная вещь. Думаю. Кстати почему-то у нас нет радио. День третий. Оно как-то я понял рандомно появляется. Да? Стоп. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Все хотят пить. Ладно. Давайте всем дадим попить. Так. Все еще превышает норму радиации. Было очень неприятно чувствовать. Что кто-то смотрит на тебя. Наше убежище маленькое. Но это следит за нами довольно долго. Мы проверили все шкафы. Никто там не прячется. Похоже здесь есть что-то живое. Кроме нас. Может быть грызун? Мы должны показать ему. Что этот маленький рай все еще наш. Это топором помашем перед этим грызуном. День четвертый. Хорошо. Никто из них ничего не хочет. Что бы это ни было. Оно мертво. Надеюсь мертво. Может быть здесь прячется кто-то еще более противный. 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 Так. Все еще превышает норму радиации. Сегодня мы решили как следует повеселиться и сыграть сразу в две игры. Первая игра заняла у нас часть дня и мы до сих пор не можем разгадать ее. Молодцы ребятки. Надо себя развлекать как только можно. День пятый. Ух ты опять ничего не хотят. Красавцы. Так. Провердите-ка. Сегодня мы поиграли в прятки в течение 10 секунд. И то только из-за того, что в бункере на миг погас свет. Потрясающе. Так. Все еще загрязнение радиации опасно. Господа пауки. Кажется мы откажемся от вашего предложения. Вы не имеете права жить здесь. Они повсюду. И кажется они не очень нас боятся. Мы не хотим больше деликатесов в супе сэр. Нет сэр. Не. Пускай пауки тут будут. Надо мыться. День шестой. Даже интересно. Я думал тут кроме тараканов никого нет. Жажда, голод, жажда, жажда, голод, жажда. То есть полностью кормить надо Тимми и Теда. А Жаруху и Долорест нужно напоить водой. Мы решили отомстить этим паукам голыми руками, ногами и другими частями тела, которыми можно смертельно атаковать паука. К нашей неудаче шансы были на их стороне. Они очень быстрые. Мы устали. Может повезет в другой раз. Так. Значит полностью надо кормить Теда. И Тимми. Так. Воды. Воды. Проверяем. Жажда, голод. Жажда. Жажда, голод. Жажда. Да. Все правильно. Похоже, что на поверхности все еще царит радиация. Никого не отправляем, значит. Мы всегда мечтали строить печеньку с огромным тортом. По какой-то причине мы никогда этого не делали. Один раз нам обещали большой торт. И как выяснилось, это было ложь. Это было зачарование. Мы не были рады. Мы определенно получим торт, когда радиоактивные блока уйдут. День седьмой. Так. Так, жаруха голодна и Долорес тоже. Может быть удаляться мысли не слишком плохо. Ударяться может быть. Мы, вероятно, заведем новых друзей, познакомимся с новыми людьми. То есть при условии, что кто-то еще жив. Все еще превышает норму радиационный фон. Поэтому небезопасно выходить наружу совершенно. Пускай сидят в убежище. Мусорное ведро противно пахнет. Хорошей новостью является, что оно сбивает нам аппетит. Стоит нам взглянуть на него. И мы сразу же спасаем всю еду. Но по какой-то причине мы хотим убрать этот бардак. Эти гигантские зеленые тараканы являются хорошей мотивацией. Нет. Ни в коем случае. Правда, не знаю, как можно книгу было использовать. День восьмой. Хотя книга нет, она может пригодиться для нашего бойскаута. О боже, они такие огромные. И еще один. О боги, мы обречены, мы уже все грязные. Так, что им надо? Ничего им не надо. Прекрасно. Сильные загрязнения. Пускай тут сидят. Мы обычная семья, у которой может быть пара аргументов. Но нам приходится драться. Никто не хочет говорить друг с другом. Надеемся, это не продлится долго. День девятый. Жажда, 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 жажда. Хватит спорить, есть более важные вещи. Нам не о чем волноваться. Ага, нормально. Все еще превышает норму радиации. Мы никогда не чувствовали себя так странно, но сегодня мы так себя почувствовали. Похоже, что эти зеленые вредители, животные, гости пытаются наводить с нами контакт. Один из них держал что-то вроде таблички, где мы прочитали, вы пришли с миром. Давайте попробуем книгу бойскаута использовать. Мне просто интересно, что это будет. День десятый. Книжка на месте. Хорошо. Мэри Джеймси четко. Даже так. Кстати, тараканы ушли. Интересно. Они, наверное, испугались книги бойскаута, да? Так, по-моему, сейчас ничего не надо. Да. Отлично. Мирократно. В нашем городе еще сильное загрязнение радиации. Как насчет того озера, на котором мы собирались несколько лет? Как бы было бы так хорошо и отдохнуть от всего этого безумия? Немного поплавать, покататься на лодке. Даже если бы наш дом превратился в кучку атомов. День одиннадцатый. О, опять ничего не хотят. Это прекрасно. Мы можем заботиться только о себе. Все еще царит радиация. Сидите тогда. Проблема проста. Мы давно не мылись. Мы заболели. Серьезно заболели. Пахнет ужасно и кажется, что никому не станет лучше в ближайшие пару дней. Может как-нибудь вылечиться? Давайте пистицы будем помыть. А то мне ваши болезни нахер не нужны. День двенадцатый. Жажда, жажда. Так, стоп. Жажда, голод. Жажда, голод. То есть жируха с Далорес хотят пить. Тимми с Папашей хотят полный комплект. Мы наконец нашли достойное применение с приют насекомых. По крайней мере он пахнет лучше, чем мы. Запах сносный, по крайней мере. Так. Значит, полный комплект. Пить, пить. Полный комплект. Так, полный комплект для Теда и Чимми. Чимми. И просто попить для доски с сосками и толстухи. Полный комплект. Вода. Полный комплект. Вода. Прекрасно. Все правильно. А пока что на поверхности все еще радиация. Мы продолжаем мечтать о той прошлой жизни, когда эти проклятые бомбы не падали на наши головы. День тринадцатый. Голодна. Так. Жаруха с сосками голодна. Прошлая жизнь отличается от нынешней. Мы должны думать о завтрашнем дне. Все правильно. Да. Все правильно. В нашем городе все еще сильное загрязнение радиации. В попу. Наш терпение подводит к концу. Мы думали выйти наружу. На пару минут был бы прекрасный день. Но как только мы вышли, мы заметили, как пара животных, светящихся глаз, блеснула из темноты. И это животное начало рычать самым ужасным образом. У нас была пара секунд, чтобы решить, что делать. Вот тут понятно у нас пьялся. День четырнадцатый. Тим Мэри Джейн, Тед Долорс. Мы решили проверить, кто это бы усмотрел. Угадайте, была собака. Бедняжка выглядела уставой. Поэтому мы позволим ей остаться с нами на ночь. Следующим утром мы открыли дверь, чтобы отпустить ее. Пес до сих пор не вернулся. Надеюсь, он придет позже. Так. Сильное загрязнение радиации. Поэтому никого мы не будем упускать наружу. Единственное, кто может спасти нас, это правительство. Ругай их сколько хочешь, но заберут нас, когда придет время. Мы, добропорядочные граждане, ежедневно платим налоги. И что они для нас сделали? Правильно? Фиг, что сделали. Но остается только ждать их сигнала. День пятнадцатый. Жажда, 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 жажда. Понятно. Есть одна вещь, в которой мы нуждаемся. Это регулярная экстренная радиотрансляция в нашем районе. Это так. Ну, или прогулки по нашей улице. Но в первом варианте мы нуждаемся больше. Давайте. Все еще превышает норма радиации. Мусорное ведро противно пахнет. Хорошей новостью является, что оно сбивает нам аппетит. Стоит нам взглянуть на него. И мы сразу же спасаем всю еду. Но по какой-то причине мы хотим убрать этот бардак. Эти гигантские зеленые тараканы являются хорошей мотивацией. А зачем эта книга бойскаута? Мне интересно. День шестнадцатый. Тим, Мэри, Жейн, Тед, Долорес. Фух, было близко. Гнездо этих жуков могло заставить нас переехать на путь. Слушай, тараканы это ужасно. Но радиоактивные тараканы? Фух. Так, стоп. Еще раз. Вроде ничего не хотят. Точно. Похоже, что на поверхности все еще царит радиация. Сидите тут. Мы очень мало узнаем о том, что происходит наверху. Нам нужно узнать больше. Может нам удастся что-то узнать. Радио поможет нам. День семнадцатый. Так, нормально. Говорят, счастье в темноте. И если мы не узнаем, что происходит, мы непременно сойдем с ума. Так, снаружи тихо, это хорошо. Долорес уверен. Себе. Хорошо. Пускай пойдет аргумент во время разговора с человеком, который поселился в твоем убежище. Мы долго разговаривали, но в итоге это перешло в драку. Вообще, нам не получилось отвоевать наш дом. Что? День восемнадцатый. Жажда, голод, жажда. Жажда, голод, жажда. То есть стандартная схема. Мы перестали спорить, но надолго ли? Так. Проверяем. То есть, Теду и Тиме полный комплект. Жарухи, доски с сосками, вода. Тиме полный комплект. Жаруха, вода. Тед полный комплект. Доска с сосками, вода. Прекрасно. Да, все верно. Речь идет о времени, когда мы выбрали кого-то, чтобы отправить обыскивать останки нашего города в поисках материалов. Кто это будет? Пусто ждет. Ну, конечно же, это будет Мэри Джейн. Нет, не Мэри Джейн, а Долорес. День девятнадцатый. Нормально. Так, жаруха голодна. Хорошо. Диета Мэри Джейн позволяет... Ну, понятно. Нифига себе диета, она ж жрать собралась. Единственное, кто может спасти нас, это правительство. Ругая их сколько хочешь, но заберут нас, когда придет время. Мы допрепорачившие граждане, ежедневно платим налоги. Что они для нас сделали? Правильно, фиг, что сделали. Но остается только ждать их сигнала. Так, день двадцатый. Есть одна вещь, которой мы нуждаемся. Это регулярная экстренная радиотрансляция в нашем районе. Это так. Ну, или прогулки по нашей улице. Но в первом варианте мы нуждаемся больше. Так, еще раз. Пока что вы ничего не хотите. Нормально. Мы хотели на секунду выйти наружу и посмотреть происходящее, как пушистый зверь прыгнул на нас. Хорошо, что наше сердце не работает на толстой гамбургерной диете, потому что это была наша собачка, а не мутант. Хороший мальчик. Похоже, что он голоден. Нам стоит дать ему поесть. А сколько у нас консерв вообще? Наверное, пять с половиной. Пускай. Может, это их моральное состояние улучшит. День двадцать первый. Все хотят пить. Собака вернулась к своей прежней жизни в течение часа. Мы не знаем, что было в супе. Мы решили, что собаке нужно дать имя. И мы назвали его Блинчик. Иди сюда, блин. Кто хороший мальчик? Блин ушел он в следующее утро. Держим пари, он скоро вернется. Так, я уже забыл, что там. Все хотят пить, да? Точно. Так. Нормально. Мы думали, что это будет отличная идея открыть свой театр. Мы назвали его Наш Дурдом. Мы провели остаток дня на написании сценария. И чуть было не поссорились. Поэтому мы решили найти занятие попроще. День двадцать второй. Пока что ничего не хотят. Мы поиграли в игру под названием Правда или Желание. Как выяснилось, наиболее распространенный вопрос был Собираемся ли мы что-нибудь есть, кроме томатного супа. На этом мы решили закончить эту игру. Чем понравится сейчас? Мы проснулись от капающего звука и поняли, что это идет из труб. Эта зеленая жидкость выглядит невинной. Даже после того, когда она добралась до стола и пола. Заделать трубу было бы прекрасно. Книга бойскаутов, она, наверное, содержит себе знания. Необходим для того, чтобы устанавливать протечки там. Выгонить тараканов и так далее. Наверное, для этого она нужна. День двадцать третий. Замучены. Замучены. Чем-то не замучены. Ха, проблема решена. Нет утечки и беспорядка. Мы возвращаемся к нашему маленькому уютному жилью. Трудно не унывать в такой ситуации. Мы искренне надеемся, что скоро этому кошмару придет конец. Иначе... День двадцать четвертый. Песецки негрязные стали. Жажда, голод. Жажда, жажда, голод. Иначе мы могли бы столкнуться с опасностями, о которых мы никогда не мечтали. Давайте так сделаем. Единственное, кто может спасти нас, это правительство. Ругай их сколько хочешь, но заберут нас, когда придет время. Мы, доброправечные граждане, ежедневно платим налоги. И что они для нас сделали? Правильно, фиксу сделали. Остается только ждать их сигнала. День двадцать пятый. Джеруха ушла? Нет, это пришла Долор с бутылками, с водой. Красавец. Расцелуй тебя прям. Замученный, замученный, замученный. Голоден. Хочет пить. Они хотят пить вместе с Долор... Вместе с Мэри Джейм. Так, вода. Вода. Голод. Есть одна вещь, которой мы нуждаемся. Это регулярная экстренная радиотрансляция в нашем районе. Это так. Ну, или прогулки по нашей улице. Но в первом варианте мы нуждаемся больше. Мы рады увидеть Долорес после ее успешного возвращения с пустоши. Мы нашли госпиталь, который был крепким зданием. Но внутри он не выглядел так красиво. Раньше это был госпиталь, а теперь это просто здание, выжившее удар. Пережившее удар. В столовой был очень крутой запас томатного супа. Похоже, что только этим они и кормили пациентов. Но мы на сто процентов уверены, что они стали здоровы. В одной из палат было много жидкости. Апироксид или вода, неважно. Нищие не могут выбирать. В одного из пациентов в больничной койке мы нашли противогаз. На противогаз была надпись. Носите это. Пациент очень плохо пахнет. Понятно. Так, значит еще раз. Тимми пить. Жаруха пить. Долорес есть. Нормально. Тимми готов. Наш мусорный бак становится полом пустых консервов. И наше мусорное ведро переполняется. В некоторых из них сидят странно светящиеся и чересчур большие насекомые. Тараканы не были такими большими до войны. Правда? Как всегда учебник бойскаутов нам пригодится. День двадцать шестой. Замученный, 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 замученный. А, голод и жажда. Хорошо. Мы сбежали шальной пули на этот раз. У этой пули было восемь ног и светящаяся голова. Надеюсь, мы ее больше не увидим. По-моему, только ей надо жрать и пить, да? Да. Все, прекрасно. Кто пойдет наружу? Мы должны сделать выбор для сегодняшней экспедиции. Кто из нас лучше подходит для пустыни и сможет выжить. Ну, конечно же, это будет теми. День двадцать седьмой. Жажда, голоди. Так, Теду попить, Долорес поесть. Мэри Джейн не устраивает новых проблем. Никакие проблемы и не преграды. Все понятно. А, Тед попить, Долорес поесть. Правильно же ведь? Да, правильно. Панки какие-то. Давайте с ружьем на них пойдем. День двадцать восьмой. Жажда. Ушиб. Устал. Старая поговорка гласит, береженого бог бережет. Кажется, мы не зря взяли с собой винтовку. Мы не ожидали столкнуться с другими людьми, которые начали стрелять после нескольких вопросов. Пару выстрелов было достаточно, чтобы, блин, напал на злоумышленников. Мы вернулись в бункер. Ну, блин. Он так и... Он... Он так и не пришел, наверное, да? Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть о словах, которые ты произнес. И такое случилось. У одного из этих головорезов хорошая меткость. Так. Еще раз проверяем. Жажда. Ушиб. То есть только Журуха хочет пить. От этого надо полечить. Трудно жить в таких условиях. Мы очень надеемся, что скоро все закончится. Иначе... День двадцать девятый. Жажда. Долорес. Иначе мы могли бы оказаться в конечном итоге в месте гораздо худшем, чем в уютном бежище. Мы можем продолжать сидеть на своих стульях в этом маленьком бункере, но нам нужно начать думать о том, как выбираться из этих радиоактивных пустошей. Кто мог подумать, что красные превратят в руину наш красивый район. Хотя и мы могли это сделать. Покинуть это место, а не разрушить, конечно же. Тем не менее, может быть, нам что-нибудь... Кто-нибудь поможет. День тридцатый. Что тут дальше? Замученный жажда, голоден, устал. То есть Теду надо покормить и попить. Есть одна вещь, в которой мы нуждаемся. Это регулярная экстренная радиотрансляция в нашем районе. Это так. Ну, или прогулки по нашей улице. Но в первом варианте мы нуждаемся больше. Было бы восхитительно. Почему бы нам не покинуть это место и прогуляться по поверсности, как мы привыкли. Запах дыма, загрязнения. Ах, это же тот запах свободы, которого нам не хватает. День тридцать первый. Так, вернулся пацаненок, красавчик. Голоден. Жажда голоден. Так. То есть Тиме просто даем пожрать, жарухи пожрать и попить. Тем не менее, это гораздо лучше, находиться живым здесь, чем мертвым там. Мы так боялись за Тиме, но все же он вернулся с пустошей, теперь на безопасности. У тихой пустоши был очень хорошо приспособленный житель. Это была гордо выглядящаяся обезьяна. Мы понятия не имели, откуда это чудо взялось. Возможность зоопарка. Она показалась нам милой, дружелюбной. После некоторых танцев с бубном, она начала следовать за нами. Когда мы следовали одну из улиц, наш компаньон-обезьянка сбежал. Но через некоторое время она принесла нам банку еды. Она не могла открыть ее самостоятельно. Зато она разделила еду с нами. Однажды во время экспедиции обезьянка начала кричать и издавать странные звуки. При этом она начала копать палку. И мы решили посмотреть, что там и оказалось, что там было несколько бутылок воды. А также выпивка, которая оказалась рядом. Обезьянка вывела нас на скрытый бункер. Там лежали медикаменты. Диета, Мэри Джейн. Так, все понятно. Прекрасно, у нас теперь аптечка есть. Так, голод. Жажда, голод. Все нормально. Похоже, что снаружи достаточно тихо, а может быть и безопасно. Может быть и нет. Мы не узнаем, пока не выйдем. Мэри Джейн надо отправлять. Мы могли бы быть в безопасности внутри этих стен. Но есть проблема, никто не может нормально спать. Мы должны разобраться с этим противным случаем. В конечном итоге мы превратимся к пришельцам из Марса. Ну давайте, ладно, аптечку используем. Посмотрим, что это делает. День 32. Жажда, голод. Замучен, замучен. Жажда, голод. То есть, Тимми хочет полный комплект и Долорес. Наша аптечка полностью укомплектована разными препаратами. Еще там есть снотворное. Мы никогда раньше не использовали его, но в нашем состоянии оно нам нужно. А также мы решили разнообразить нашу диету, состоящую из томатного супа, разными лекарствами. Мы отдохнули, теперь можем продолжать наслаждаться жизнью. Так. Долорес полный комплект и Тимми. Я все правильно понял? Да. Все верно. Речь идет о времени, когда мы выбрали кого-то, чтобы отправить обыскивать останки нашего города в поисках материалов. Кто его будет, пусть он ждет. Это будет Мэри Джейн. День 33. Так, Тимми голоден. Тед жажда. Мэри Джейн вышла на улицу. Давайте надеемся, что она скоро вернется. Сидеть здесь внизу, это вам не прогулка в парке. Легче не станет. Мы надеемся, все это скоро кончится и жизнь будет такой, какая была прежде. Или примерно. День 34. Иначе мы могли бы оказаться в конечном итоге в месте гораздо худшим, чем в этом уютном убежище. Так, проверяем. Пока, блин, ничем не надо. Единственное, кто может спасти нас, это правительство. Ругай их сколько хочешь, но заберут нас, когда придет время. Мы, добропорядочные граждане, ежедневно платим налоги. И что они для нас сделали? Правильно, фиг, что сделали. Остается только ждать их сигнала. День 35. Жажда. Жажда. То есть хотят пить все, кроме Тена. Есть одна вещь, которой мы нуждаемся. Это регулярные экстренные радиотрансляции в нашем районе. Это так. Ну или прогулки по нашей улице. Но в первом варианте мы нуждаемся больше. Так. Ага. Уж пацанинку дадим воды. Мы не одни. Здесь есть большой волосатый кролик Дьявол. Похоже, что он прячется в наших трубах. Один раз он высунул голову и смотрел на суд. Мы не можем допустить, чтобы он добрался до них. Мы не можем допустить быть ему здесь, пока мы спим. Топор. Да. День 36. День 36. Так. Замученный. Голоден. Жажда голоден. Жажда. Хорошо. Ладно, сейчас прочитаем. Ура, наши припасы спасены. Это плохие новости для волосатых мутантов. Думаю, мы все еще выше пищевой цепи. Ничто не могло сделать нас счастливее, чем возвращение Мари Джейн. Когда экспедиция заметила в небе самолеты, мы боялись, что попадает еще больше бомб. Но в пользу нам с неба начали падать ящики. Мы надеемся, мы сможем взять себе хотя бы одну, пока другие забирали все припасы. Еда, еда. Это то, что нам нужно. Что упало на этот раз? Хлеб? Сыр, мясо, шоколад? Нет. Томатный суп. Ура. Кто-то забыл снарядить некоторые ящики чем-то, что защитило бы их от падения. В итоге, многие бутылки с водой попадали на землю. Очень удачно, что пара из них выжила от падения. Надеемся, нам этого хватит. Каждой ответственной и почетной семье нужна аптечка, заполненная высококачественными лекарствами. У нас почти не оставалось никаких препаратов, и мы терпеливо ждали. Мы не ожидали, что медицинский контейнер упадет на голову другому выжившему. Это было довольно полезно, чем кому нужна была помощь. Нам понадобилось некоторые препараты. В наши припасы не входит рабочий радио. Мы не смогли найти ящик с ним. В конце концов, мы столкнулись с коробкой полной тостеров. Мы проверили над ним пару опытов, и методом проб и ошибок получили радио, которое иногда работает. Это победа. Блин, наш противогаз был поврежден во время экспедиции. Теперь. Жируха голодна. Тед хочет полный комплект. А, Долорос хочет пить. Правильно. Так, Тиме надо посылать. Аргумент во время разговора с человеком, который поселился в твоем убежище. Мы долго разговаривали, но в итоге это перешло в драку. Вообще нам не получилось отвоевать наш дом. День 37. Замученный. Полный комплект для жарухи. Мы перестали спорить, но надолго ли? Речь идет о времени, когда мы выбрали кого-то, чтобы отправить обыскивать останки нашего города в плоти каких материалов. Что это будет? Пусть уж ждет. Так. Тиме, тиме. Посылаем, да? День 38. Опять голодная. Ты стерва толстая. Блин. Диета Мэри Джейн, блин, позволяет. Немного еды. Слово уж прожорливая. С тех пор, когда мы прыгнули в убежище, мы задавались вопросом о других бункерах. К чему это приведет? Настало время все проверить. С ружьем надо идти. День 39. Устал. Жажда. Полный комплект для Долорес и вода для Тэна. Мы решили, что никто не пойдет в таинственную комнату. Мы стали колотить и начали стрелять. Когда дым пропал, мы обнаружили, что в комнате никого не было, кроме стены. Мы еле-еле увернулись от рикошета, но ружье испортилось. Зашибись. Давайте проверим. Нет, ружье нормально, что мне говорится-то. Так, Тэд, жажда. Доска с сосками. Жажда с голодом. Все нормально. Правильно. Единственное, кто может спасти, нас это правительство. Ругай их сколько хочешь, но заберут нас, когда придет время. Мы, доброправительные граждане, ежедневно платим налоги. И что они для нас сделали? Правильно, фиг, что сделали. Остается только ждать их сигнала. День сороковой. Жажда. Так, Жруха хочет пить. Мы вступили в контакт с военными, они идут за нами. Все, что мы можем сделать сейчас, это терпеливо ждать. Помощь уже в пути, мы лишь должны ждать дальнейших указаний и держать радио в работе. Это утро было достаточно спокойным для Тэда, и у него все хорошо. Ну, понятное дело. Так, еще раз. Жажда. Так, только Жруха хочет пить. Играя в игру, можно хорошо бить время, неплохо развлечься. Это привлекает нас от докучных проблем. Игры хорошо влияют на нас, так почему бы не играть в них постоянно? День сорок первый. Так, еще пацанчик вернулся. Голоден. Пацанчик голодный. Сегодня мы поиграли в игру «Я шпион», и это было весело. Первые три минуты, но потом все попросту надоело нажимать букву W. Надо будет выйти, надо будет найти игру проще этой. Мы так боялись за Тимми, но все же он вернулся с пустышей, и теперь на безопасности. Это может показаться паранойей, но мы думаем, что кто-то шел за нами. Надеюсь, что этого не повторится. Что это? Что это было? На самом деле это птица. Действительно ли это человек на велосипеде? Нет. Это сбрасывание груза. Это было бы прекрасной идеей покинуть убежище и искать поставки. Одна из коробок с едой сломалась прямо в воздухе, и теперь с неба падает суп. Нам повезло, что пара банок выжила в падении. Некоторые ящики были заполнены очень странными вещами. Почему они кинули нам коробку, которая была полна резиновых уточек? Ну, хотя бы одна из маленьких коробок держала в себе пару бутылок воды. Мы нашли одну из коробок, в ней содержалась большая коллекция раритетных шашек и противогаз. А еще мы узнали, что есть, сидя в магазовой маске, недельное решение для выживания. Мы решили взять маску и оставить шашки внутри. Так. Еще раз. Голоден. Надо покормить ребенка. Он заслужил. Так, надо жируху отправлять на поиски. Или еще денек подождать. Давайте денек подождем. Так, нам предлагают что-нибудь обменять на воду. Нет, мы этого делать не будем, ни в коем случае. День 42-й. Полный комплект для Тимми. Полный комплект для Теда. И для доски с сосками воды. Нормально. Мэри Джин может и не готова идти наружу, но мы думаем, она че. К стуку в дверь мы отнеслись с подозрением, поэтому, когда человек подошел к нашему порогу и предложил игру в карты, мы были в замешательстве. Ставка две банки томатного супа. Какой мы сделаем выбор? Никакого у нас карт нету. День 43-й. Голод. Уйти мне. Жажда у толстухи. Игорный бизнес это ужасно. Какой пример мы подаем детям? Нам нужны припасы. Но мы не будем получать их таким образом. Мы скорее ограбим кого-нибудь. Мы послали этого человека отсюда с катертью дорога. Так. Голод. Жажда. Все правильно. Мэри Джин надо пасовать на пустошь. Мы всегда думали, что есть жизнь намного лучше нашей. Это было до того момента, когда упала бомба. Теперь мы думаем, что прошлая жизнь намного лучше. Многое изменилось. День 44-й. Устал. Так. Толстуху надо покормить. Прошлая жизнь отличается от нынешней. Мы должны думать о завтрашнем дне. Так. Еще раз проверяем. Мы готовились к этой экспедиции. Так как вчера чувствую, что готовы идти прямо сейчас. Кто должен быть счастливчиком, чтобы отправиться на известность толстуха? День 45-й. Жажда, 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 жажда. То есть, Долорес полный комплект, остальным воду. Мэри Джин вышла на улицу. Давайте надеюсь, что она скоро вернется. Блин. Жажда, 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 полный комплект. Тимми маленький ребенок. Хорошо было бы с ним поговорить. Конечно же. День 46-й. Устал, замученный, замученный. Даже слово или два может помочь повысить чье-то настроение. Тимми выглядит намного лучше. Нам снова удалось поймать военную связь. На этот раз они просят дать сигнал фонарикам после захода солнца. Если все будет хорошо, они нас быстро найдут. Мы это сделаем в ближайшее время. Да. Надо попробовать. День 47-й. Замученный, замученный, замученный. Все шло по плану, но внезапно фонарик перестал работать. Мы починили его как раз вовремя. Мы слушали рев двигателя самолета. Мы просто увидели, что пилот видел нас. Давайте надеяться на их возвращение. Так, проверяем. Нам что-то предлагают в обмен на воду. Даже не знаю, сколько у нас воды осталось. У нас воды вообще что ли нету? Нет, у нас еще три порции воды есть. Нет, давайте мы пока что не будем ничего обменивать. На выпивку. Хотя, может и надо было бы. День 48-й. Жажда. Полный комплект. Жажда. Так, то есть у нас полный комплект. Только для Теда. Остальные хотят пить. Воды больше нету. Чего-то не хватает. Давайте посмотрим. Гул вентилятора есть. Странные звуки в трубах есть. Ужасные вопли снаружи есть. О, голос Долорес. Нет. Вот это действительно странно. Стоит ли поговорить с ней? Да, конечно же. День 49-й. Голоден. Так, нормально. Надо пацанинку покормить. Разговор с Долоресом помог нам решить некоторые проблемы. А также и вопросы и сомнения. И гораздо лучше. Еще раз. Да, только ребенка надо покормить. Блок консервов у нас до хрена. Мы слышали что-то о сбросах припасов по радио. Это как раз то, что нам нужно для выживания. И они должны сбрасывать их вблизи от нашего дома. Может быть, сходим и посмотрим, что случится на самом деле. Нету противогазов. День 50-й. Замучены, замучены, замучены. Было слишком опасно пойти туда без защиты. Поэтому мы решили остаться в бункере и слушать радио. Шум радио так расслабляет. Давайте. Может быть, что-то услышим по радио. Там что-то сделают. День 51-й. Жажда. Голоден. Устал. Жажда. То есть, пить... Пить для сына с отцом. Полный комплект для матери. Ничто не могло сделать насчастливее, чем возвращение Мэри Джей. Наше небольшое путешествие наружу, возможно, кто-то заметил, последовало за нами. Мы должны быть более скрытыми в следующий раз. Нам никогда не нравились люди, которые, как верблюда, ехали со своими огромными чемоданами. Особенно, если они плохо пахли. Но мы будем рады их чемоданам, особенно, если они заполнены банками с супом. Мы даже не откажемся от вонючего сыра. Одна наша местная команда по легкой атлетике готовилась к отъезду на чемпионат. В автобусе оказалось много бутылок воды. К сожалению, на матч мы так и не сходили. Мы лишь скромно забрали всю воду, которая была в автобусе. Блин. Наш противогаз был поврежден во время экспедиции. Так, проверяем еще раз. Жажда. Голод. Жажда. Так, значит... Тимми с отцом хотят пить. Жируха хочет жрать. А ее мать хочет полный комплект. Тимми надо посылать. У нас есть много дальних родственников, но никто нам так недорог, как тетушка Ада. Она до сих пор живет в такой стране, где до сих пор непрочные курятники. Жаль, что у нас нет ее фотографий. У нас не осталось фотографий из-за разбитого кофе. Давайте справочник этот бойскаута применим. Я не знаю для чего. День 52. Замученный. Полный комплект для жарухи. Мы это сделали. Мы искали важные данные в этом справочнике. Был немного размыто, но все же удачный сюрприз. Полный комплект для жарухи. Хорошо. Это хороший день, чтобы выйти наружу. Немного напряжься. Получить свежий токсичный воздух. Может быть собрать вещь или две. Мы уверены, что могли бы использовать некоторые дополнительные материалы. Так сильно мы хотим выжить. Тимми идет у нас пустош. Он уверен в себе. День 53. Голден. Так, только жаруха голодна. Это хорошо. Мы на связи с новой армией. Они просят нас о помощи. Для газовых операций нужен противогаз. Мы могли бы быть спасены. А противогаза-то нету. День 54. Устал. Полный комплект. Жажда. Мы чувствовали себя слишком рискованно. И не помогли армии с противогазом. Похоже, спасение придет с опозданием. Еще раз проверяем. Стоп. Правильно же? Правильно. После возвращения Долореса она жаловалась на проблемы со стопой. Это может быть и левая, и правая ступня. Но теперь обе ноги отекли. Что-то нужно сделать. Давайте аптечку используем. День 55. Жажда. Жаруха хочет пить. Пара таблеток ничего не решила. Полностью укомплектованная аптечка. Это важно. Теперь Долорес лучше. А держать себя в руках в такой ситуации очень нелегко. Надеюсь, мы сохраним наш внутренний мир. День 56. Устал. Замученный. Замученный. Иначе мы могли бы найти для себя еще больше проблем. Наш противогаз очень плохо пах и больше не защищал нас. Наверное, пора починить его. Да, воспользуемся книгой бойскаута. День 57. Голоден. Устал. Так. Сын хочет есть. Отец хочет пить. Мать хочет полный комплект. Он выглядит почти как новый. Интересно, что в справочнике бойскаута показаны инструкции по ремонту противогаза. Ну, кто хочет попробовать первым. Мы так боялись. Мы так боялись за Тиме, но он все же вернулся с Пусышей и теперь он в безопасности. Нам кажется, что наша экспедиция была замечена чужими. Мы должны быть осторожнее в следующий раз. Местный супермаркет стал прекрасным местом для убежища, но, к сожалению, его уже оккупировали бандиты и теперь они терроризируют всю область. Может, наша кража не будет для них такой значительной. Бандиты были слишком ответственными, поэтому мы попали только в комнату для сотрудников. Там была бесплатная вода для каждого сотрудника. Вау. О каком можно только мечтать. О таком. Шесть бутылок с водой! Хренеть, ребята! Мы ужасно торопились, потому что бандиты могли вернуться в любой момент. Мы взяли одну из вещей наугад. Это может быть ошибка, но мы взялись справить насекомых. Так. Прекрасно. Теперь проверяем, что кто хочет. Голоден. Сын голоден, а теперь хочет пить. Мать хочет полный комплект. Мэри Джейн, надо отправлять эту экспедицию. Наша аптечка закончилась, и мы должны что-то с этим сделать. По какой-то причудливой причине мы считаем, что можем использовать летальный спрей от жуков для получения дополнительных медицинских средств. Может быть, это сработает? Мы не узнаем, пока не попробуем. Давайте попробуем. Хорошо. День 58-й. Так, полный комплект для сына. Полный комплект для толстухи. Что ты знаешь? Сочетание американских инноваций и спрей от жуков может помочь достаточное количество лекарств. Для пополнения пустой аптечки мы будем беспокоиться о побочных эффектах позже. Так, по-моему, полный комплект для Тимми, полный комплект для Мэри Джейн. Мы чувствовали себя довольно оптимистично по поводу сегодняшней экспедиции. Единственное, что осталось сделать, это выбрать правильного человека, чтобы отправить наружу. Мэри Джейн, конечно же. День 59-й. Голоден. Так, только ребенок голоден. Мэри Джейн вышла на улицу. Давайте надеяться, что она скоро вернется. Мы обнаружили... Мы обсуждали план насчет нашего первого обеда, в котором нет томатного супа. Но мы услышали крики снаружи. Мы увидели, что они идут от маленькой группы оборванных выживших. Это было жалкое зрелище. Мы не были удивлены, когда они попросили помощи. Они просили нас о чем угодно. Дать им воду, еду или медицинские припасы. Давайте дадим им... Ну, воду. Хорошо. Наверное, моральное состояние нашей группы влияет. День 60-й. Устал. Уже полный комплект. Для отца и вода для матери. У наших гостей были проблемы со свами. Они не знали, как это было. У нас было пролито много слез и улыбок. И они пожелали нам всего наилучшего. Это прекрасное чувство, когда помогаешь тому, кто нуждается в помощи. Скоро они ушли. Надеемся, что они найдут свое счастье. Так, еще раз проверяем. Так, отец полный комплект. Мать жажда. На связи с новой армией. Они просят нас о помощи. Для газовых операций им нужен противогаз. Мы могли бы быть спасены. А у нас снова нет противогаза. Журуха с ним ушла. День 61-й. Жажда. Жажда для сына. Мы чувствовали себя слишком рискованно и не помогли армии с противогазом. Похоже, спасение придется с опозданием. Давайте. Может быть, радио нам что-нибудь интересное скажет. День 62-й. Пока ничего не надо. Так. О, что-то нам радио сказал. Мы нашли с вами воды и еды. Великолепно просто. Наш мусорный бак становится полом пустых консервов. И наше мусорное ведро переполняется. В некоторых из них сидят странно светящиеся через тюрь большие насекомые. Тараканы не были такими большими. Давай, неправда. Используем справочник буйскаута. День 63-й. Устал. Жажда. Жажда для отца. Полный комплект для матери. Фух, было близко. Гнездо этих жуков могло заставить нас переехать на пустоши. Тараканы это ужасно. Но радиоактивные тараканы, фу. Так, стоп. Или... Или отсюда. Так, а вот, несмотря на происходящее обстоятельство, если все проблемы, которые мы приносят, Тимби остается смелым. А, понятно. Так, еще раз. Устал. Жажда для отца. Полный комплект для матери. Каждый запах заставляет наш нос страдать. Пал кирпич, мы почувствовали жуткую вонь. Мы должны проверить, откуда этот гнусный запах. Конечно же. День шестьдесят четвертый. Жажда. Жажда для сына. Мэри Джин должна была вернуться. Это было слишком давно. Мы боимся, что что-то плохое случилось с ней. Мы посмотрели в дыру. Мы боялись, что может вылезти что-то с щупальцами или с когтями. Или с какой-нибудь другой мутировавшей частью тела. В итоге мы нашли четвертую... Мы нашли мертвую крысу, которая раньше пыталась добраться до нашего томатного супа. У нее ничего не получилось. Мы поняли, что мы очень удачливы. Мы похоронили эту крысу в пустой консервной банке. Она заслужила как минимум это. Немного воды для Тимми было бы понятно. Мэри Джинчук пропала, что ли? Жажда. Да, жажда для сына. Так, ну надо Тимми посылать на пустошь. Мы нашли какие-то странные грибы. Они росли на одной из стен. Нехватка припасов не является шуткой. Так что, возможно, была бы хорошая идея съесть пару грибов. Что плохому случится? Нет, мы грибы есть не будем. Ни в коем случае. Пока у нас есть припасы. День 65. Голоден. Так, теперь ребенок голоден. Мы хоть и голодны, но есть вещи, которые мы никогда не съедим. Грибы, растущие на стенах, являются одними из них. Некоторые из нас смелее и готовы выйти на поверхность, чем другие. В любом случае, пора выбрать наиболее способного ответственного человека для поиска припасов. Это будет Тимми, Тимми. День 66. Так, полный комплект для отца и жажда для матери. Тимми вышел на пустоши. Мы не знаем, что мы будем делать, если он не вернется. Нам становится трудно дышать. Что-то не так с вентиляцией. Возможно, там кто-то застрял. Кроме того, мы должны восстановить дверь. Ну, тут справочник буйскаута, наверное, понадобится. День 67. Так, болен, замучен. Используя справочник для исследований вентиляционных отверстий, мы исследовали указания. Там как раз было про починку ядерной вентиляции. Прежде чем мы начали проверять, из вентиляции вылетело несколько разъяренных насекомых мутантов и больно ужалили. Было больно, как в аду. Нам кажется, что нас лихорадят. Сегодняшний день будет относительно спокойно. Для того, раз ты заболел. Так, тогда надо полечить сразу же. Без вопросов вообще. Мы получили очередную радиопередачу от военных. Видимо, они не смогли прибыть, когда мы ждали. Но они предполагают, что они недалеко. Впрочем, выжившим было предложено оказать помощь, доставив канистры с бензином в ближайшей автобусной остановке. Мы предположили, что смогли бы это сделать. Но не без противогаза. Кто знает. День 68. Мы чувствовали себя слишком рискованно и не помогли армии с противогазом. Похоже, спасение придется по зданиям. Как насчет того озера, на котором мы собираемся несколько лет? Как бы было бы там хорошо отдохнуть все этого безумия? Немного поплавать, покататься на лодке, даже если бы наш дом превратился в кучку атомов. День 69. Жажда... Жажда голода. Тем не менее, это гораздо лучше находиться живым здесь, чем мертвым там. Мы слышали звуки стрельбы и крики. Очередные бандиты контролируют портал. Выходить наружу сейчас рискованно. Не, мы не будем пока никуда выходить, значит. Последнее, что мы ожидали услышать в сидево убежище, было саксофон. Мы услышали это от человека, который точно ни разу в жизни на нем не играл. Он пришел, как друг, который постучал и сказал, впустить веселого человека внутрь, чтобы он мог взять себе предметы у богатых и раздать их бедным. Стоит ли впускать его? Нет, конечно. Что за вопросы? День 70. Мы не ответили на внушительный стук в дверь до тех пор, пока все не затихло. Мы не были уверены, что эти люди нам друзья. Можно ли доверять людям в такие смутные времена? Они могут быть еще хуже, чем дьявол. Если бы завод что-то произошло, мы бы им писали об этом. Понятно. Мы слышали разговор снаружи. Мы уверены, что это очередная банда грабителей. На данный момент выходить в пустыше опасно. Не будем выходить, значит. Группа бандитов находится у нашего порога. Это не игра. Либо мы задаемся, либо даем отпор. Даем отпор, конечно же. День 71. Мы были в состоянии защитить нас в дом в этот раз. Что делать, если они вернутся? Мы уже почти дошли до люка. Бежать к нему с криками было ошибкой. Нашего путешественника убили рейдеры. Понятно. Лучше не усовываться. Как насчет той поездки в Неваду? Мы откладывали ее некоторое время теперь. Может быть, мы должны отправиться туда? Да, это будет наша первая остановка после того, как мы выберемся отсюда. День 72. Жажда, голод. Жажда. Мы можем работать даже в Торонто. Вопрос только в том, как мы найдем лодку, чтобы добраться. Мы слышали, что это лучший способ попасть в Европу. Так, по-моему, да? Да, все верно. Опять небезопасно выходить наружу. Трудно не унывать в такой ситуации. Мы искренне надеемся, что скоро этому кошмару придет конец. Иначе... День 73. Так, пока ничего не надо. Иначе мы могли бы найти для себя еще больше проблем. Так. Мы уже почти дошли до люка. Все то же самое пока что. Бандиты стоят у двери и обещают расправиться с нами. Но уж нет, мы не позволим зайти в наш дом. Сейчас либо биться, либо сдаваться. Конечно, биться будем с ними. Блюдки. День 74. Мы были в состоянии защитить наш дом в этот раз. Что делать, если они снова вернутся? Пока ничего не надо. Выходить наружу рискованно. Мы получили очередную радиопередачу от военных. Видимо, они не могли прибыть, когда мы ждали. Но они предполагают, что они недалеко. Впрочем, выжившим было предложено оказать помощь, доставив канистры с бензином в ближайшие автобусные остановки. Мы предложили, что смогли бы это сделать, но без противогаза. Кто знает, сколько времени уйдет на то, чтобы прибыли военные. День 75. Жажда. Жажда. Оба хотят пить. Мы чувствовали себя слишком рискованно и не помогли армии с противогазом. Похоже, спасение придется по зданию. Так. Рискован выходить наружу. Наше убежище посетил человек, которого мы не знали. Он сказал, что он был бухгалтером. Но сейчас он торговец и игрок. Он предложил нам сыграть в карты на две бутылки воды. Карты у нас нету. День 76. Замученный голод у жены. Игорный бизнес это ужасно. Какой пример мы подаем детям? Нам нужны припасы, но мы не будем получать их таким способом. Мы скорее грабим кого-нибудь. Мы послали этого человека отсюда с катертью дорога. На, вот. Мы слышали разговоры снаружи. Мы уверены, что это очередная банда грабительная. На данный момент выходить пустошь опасно. Группа бандитов находится у нашего порога. Это не игра. Рибу мы задимся, либо даем отпор. Иного не дано. Отпор даем, конечно же. День 77. Мы были в состоянии защитить наш дом в этот раз. Что делать, если они вернутся? Так, там опять рейдеры. Как приятно снова нежится под солнцем? Мы не знаем, сколько света на поверхности. Мы не ждем более яркого света в этой дыре. День 78. Полный комплект. Жажда. Пока мы в безопасности, мы можем остаться здесь. Да. Нормально. Мы слышали разговоры снаружи. Мы уверены, что очередная банда грабителей. На данный момент пустошь опасно выходить. Понятно. Мы не думали, что будем рады увидеть танцующего тарака. Но мы видели одному большого, как кошка. Хорошие новости. Они отпугнули крыс. А плохая новость, что они могут напасть на нас. Давайте используем учебник бойскаута. День 79. Мы сбежали шальной пули. На этот раз у этой пули было 8 ног. Только свечащая сеглова. Надеюсь, мы ее больше не увидим. Пусть уж опасно выходить. Банда голорезов начала стучать в дверь и требовать от нас все, что у нас есть. Как мы отреагируем на этих отморозков? Винтовка. Вот как мы на них отреагируем. День 80. Мы были в состоянии защитить наш дом в этот раз. Что делать, если они вернутся? Стоп, зачем? Что, обязательно что ли идти? Кому-то? Пускай будет Долорес. День 81. Жажда для Теда. Мы рады видеть Долорес после ее успешного возвращения с пустоши. Долорес в прекрасном состоянии, по крайней мере, в прекрасном померке маленького убежища. Че это она так быстро вернулась? Так, Тед хочет пить, и все. Великолепно. Находить пустоши опасно. Судя по радио, армия образила помощь у выживших, а также быть терпеливым и ждать дальнейших указаний. Военные просили помощи. Отнести противогаз будет правильным решением. У нас нет противогаза. День 82. Полный комплект для жены. Мы чувствовали себя слишком рискованно и не помогли армии с противогазом. Похоже, спасение придется по зданиям. Пять рейдеров. Охренеть вообще. Должен был быть тихий день. Но банда Голорезов требует, чтобы мы выходили с поднятыми руками. Что мы сделаем? Пойдем на них с ружьем, конечно же. День 83. Мы были в состоянии защитить наш дом в этот раз. Что делать, если они вернутся? Ай, Долорес снова отправим наружу. Полный комплект для мужа. Противогаз нашли. Стоп, подождите. Мы рады увидеть Долорес после его успешного возвращения с Пустоши. Долорес довольно тихая в данной ситуации. Угу. Так, наружу выходить небезопасно. Мы уже собирались пойти спать, как кто-то постучал в дверь. Кто может прийти в такой поздний час? Кто может быть частью этой Пустоши? Какого черта они пережили язерный удар? Стоит это открыть? Нет. Это рейдеры. Понятное дело. День 85. Стук перестал звучать после того, как тот постучал, ушел. Мы не знаем, кто это был. Скорее всего, не узнаем. Наружу выходить рископано. К нам ломятся люди. Они настроены недружелюбно. В самом деле, они обещали нам мучительную смерть. Нам лучше подготовиться, пока они не выломали дверь. Будем по ним стрелять тогда из винтовки. День 86. Замучены. Жажда. Мы были в состоянии защитить нас дома в этот раз. Что делать, если они вернутся? Так. Опять опасно на улицу ходить. Для поиска амуниции нам нужен фонарик, да? День 87. И мы нашли амуницию. Великолепно. Жажда для Теда. Ага, великолепно. Кто пойдет наружу, Долорес пускай идет. День 88. Замученный, замученный. Мы добрались до телефона будки. Без каких-либо предупреждений ответили на звонок, чтобы услышать голос на другом конце света. Спустя пять минут мы поняли, что это реклама томатного супа. Мы рады увидеть Долорес после его успешного возвращения с пустоши. Еще раз. Так, им пока ничего не надо без припасов. Выходить в пустош опасно. Мы получили очередную радиопередачу от военных. Видимо, они не могли прибыть, когда мы ждали. Но они предполагают, что они уже далеко. Впрочем, выжившим было предложено оказать помощь, доставив канистры с бензином в ближайшие автобусные остановки. Мы предложили, что смогли бы это сделать, но не без противогаза. Кто знает, сколько потребуется времени военным, чтобы прийти к бункеру. Давайте попробуем. День восемьдесят девятый. Все готово. Канистры стоят на месте, и мы бы получше вернулись домой. Ну, если это можно так называть. И надеюсь, что не слишком долго. Мы увидим, что ближайшие несколько дней привезут. Сейчас рисковану ходить наружу. А что это за звук? О, нет. Что-то или кто-то прямо под нами. Единственный способ пойти и проверить. Как насчет использования люка в лунбункере? Давайте с топором пойдем. День девяностый. Полный комплект для мужа, полный комплект для жены. Так. Выходить наружу опасно. Как насчет той поездки в Неваду, которую мы откладывали некоторое время? Теперь, может быть, мы должны отправиться туда. Это будет наша первая остановка после того, как мы выберемся отсюда. День девяносто первый. Так, оба замученные. Может быть, удаляться в мысли не слишком плохо. Мы, вероятно, заведем новых друзей, познакомимся с новыми людьми, то есть при условии, что кто-то еще жив. Так, наружу выходить опасно. Бандиты стоят от двери и обещают расправиться с нами. Ну уж нет, мы не позволим за этим наш дом. Сейчас либо биться, либо сдаваться. Будем отстреливаться от них. День девяносто второй. Мы были в состоянии защитить наш дом в этот раз. Что делать, если они вернутся? Рискован выходить наружу. Там снова кто-то идет. Шумы, постоянно шумы. Все это время. Откуда они приходят? Из трубы, из стены. Что это за дверью? Мы не знаем, что это. И это сводит нас с ума. Мы должны сесть и расслабиться. В противном случае мы получим паранойю. Давайте будем в шахматы играть. В шашки, точнее. День девяносто третий. Жажда, жажда. Мы немного повеселились. Я этого могу забыть обо... Это... Что это было? Воды больше нет. Давайте Долорес отправим. Сигнал какой-то по радио есть. День девяносто четвертый. День девяносто четвертый. Так. Мы готовились к этой экспедиции, так как вчера чувствует, что готовы идти прямо сейчас. Кто должен быть счастливчиком, чтобы отправиться в неизвестный? Конечно, Долорес. День девяносто пятый. Долорес на пути к поверхности. Будем надеяться, что она вернется в целости и сохранности. Банда Голорезов начала стучать двери. Требуется от нас все, что у нас есть. Как мы отрегируем на этих отморозках? Винтовкой. День девяносто шестой. Полный комплект для отца. Мы будем в состоянии защитить наш дом в тот момент. В тот раз. Что делать, если я не вернулся? Только пожрать могу дать. Сори, чувак. Это очень трудно готовиться к неожиданным последствиям. Мы можем сказать, что готовы к тому, что сейчас происходит. День девяносто седьмой. Так, он хочет воды. То, что мы делаем сегодня, будет нашим завтра. Так что давайте сделаем это правильно. Давайте мы снова пожрать дадим на всякий случай. Наши горячо любимые радиостанции, увы, прекратили обещание. Мы пытались поймать другу канал, сигналы, но безуспешно. Неужели других станций больше нет? Возможно, мы должны подкорректировать наше радио, чтобы увеличить его дальность. Давайте попробуем. День девяносто восьмой. Радио сломал, придурок. Ну, все прошло не так гладко, как хотелось бы, и мы сломали его к чертовой матери. Увы, технологии изменяются так быстро в наши дни. Трудно идти в ногу с этими новшествами. В любом случае, мы нуждаемся в радио. Мы тебя кормить будем. Банна Голорезов начала стучать в дверь и требовать от нас все, что у нас есть, как мы дряги на техно-морозках. Как всегда, винтовкой. Да уж. А Долорес так и не вернулась, свалила на пустоши. Мы были в состоянии защитить наш дом в этот раз. Что делать, если они вернутся? Когда мы вернулись в своем убежище, мы не могли забраться в него. Мы слышали какие-то разговоры. Похоже, кто-то выбрал наше убежище, как новый дом. Черт, слишком много дней без воды сделали свое дело. Вот это умер от обезвоживания. Вы провели 101 день в убежище. Мы все опасности, бороться с наводнением, рот отлуча, пауз, заражение. Вы пришли с миром. Две ноги хорошо, четыре еще лучше. Мы пропустили радиосвязь, ошибки. Мы пропустили радиосвязь. Водопровод действий. Мы пропустили радиосвязь. Мы посетили больницу. Рой, мы пропустили радиосвязь. Планеты обезьян, не спящие в этом виде. Мы пропустили радиосвязь. Лучшая бомба, мы получили правительственную помощь. Секреты убежища. Установили контакт с военными. Государственная помощь. Бизнес как бизнес. Победитель получает все. Сигнал до армии. Радиосессия. Автобусная станция. Семейные вузы. Мы не помогли. Армия. Скромная доля. Мы не помогли. Армия. Радиосессия. Заражение. Что-то пахнет хуже, чем мы. Мэри Джей не смогла вернуться к нам. Альтернативная диета. Мертвый воздух. Мы не помогли. Армия. Тиме был схвачен бандитами. Понятно, как он делался. Срочное укрытие. Мы или они. Мы не помогли. Армия. Победитель получает все. Бандит не пройдет. Ошибки. К оружию. Мы не помогли. Армия. Мы или они. Срочное укрытие. Алло. Помощь. Армия. К оружию. Мы можем слушать разные вещи. Радиосессия. Проблемы с радио. Мы или они. К оружию. Нас выгнала религиозная группа. Тет. Умер от обезвоживания. Конец. Что ж, друзья. Давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх. Добавляйтесь, подписчики. Всем спасибо за внимание. И пока.